Двухлетняя собака Кира, породы Кани Корса из Рамони Воронежской области, стала звездой интернета. 19 января 2019 года она родила 19 ченков, к сожалению один не выжил, осталось 18. Дом владельцев Кани Корса Альберта и Натальи Мухамедеевых был похож на собачий детский сад. Видеоролик о Кире и ее малышах на YouTube набрал более трех миллионов просмотров. Многие пользователи сети в комментариях восхищаются Кирой, некоторые даже в шутку предлагают выдать собаке материнский капитал. Киру включили в книгу рекордов России. Хозяин собаки рассказал, что отправил заявку на сайте проекта. Ему пришел ответ, что его собака самая плодовитая Кани Корса в стране. После заключения от ветеринара о количестве щенков, фото и других документов Киру официально признали рекордсменкой. После публикации в СМИ щенками стали интересоваться не только в Воронеже, но и в Белгородской, Тульской, Ярославской, Волгоградской областях. Почти для всех малышей нашлись новые владельцы, остался всего один щенок. Хозяева собирались продавать их по пять тысяч, но после такого ажиотажа щенки поднялись в цене. Правда, насколько именно, Альберт и Наталья постеснялись сказать. Кира в семье Мухамедеевых появилась два года назад. На породе Кани Корса Альберт и Наталья остановились, потому что эти собаки дружелюбные и хорошо относятся к детям, у супругов растет шестилетняя дочка. Хозяева возили животное на занятия с кинологом, собака неоднократно участвовала во всероссийских выставках и всегда получала оценку «отлично». Владельцы говорят, ничто не предвещало, что она станет матерью-героиней и в первый раз родит столько щенков. Как нам сказал кинолог, обычно у Кани Корса в первый раз рождается 2-3 щенка, рассказывает Альберт. Мы ожидали максимум 6, но никак не 19. С третьего дня жизни щенков Наталья и Альберт начали их подкармливать специальной смесью, потому что молока у Киры не хватало. Эта орава за день уплетала по 15 литров коровьего молока, не считая дополнительного прикорма. Рождение практически 20 щенков – сразу большая редкость. Таких случаев в мире зафиксировано совсем немного. Например, в 2011 году в Китае собака породы тибетский мастиф родила 19 щенков, в 2015 в США немецкий док столько же. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.